слава украине привет всем от полонского по каким признакам мы можем судить о том как развивается наше контрнаступление замечу пока что это не само контрнаступление это разведка боем все больше это такие тактические движения наших войск которые прощупывают оборону расистов в тех или иных местах так вот каким образом можно понять как это все развивается но я уже говорил в принципе прежде всего что я точно знаю что несколько населенных пунктов освобождены от фашистов это уже замечательно название говорить не будем потому что генштаб этого не хочет это правильно но есть также другие косвенные признаки того что расистам не хорошо прежде всего увеличилось количество тех кто драпает с фронта причем другой раз мы видим видео когда драпают просто без штанов буквально смысле слова они просто с голым задом чешут через поля драпают драпают целыми подразделениями значит расисты свои гестапо как она не то господи называется а разгвардия вот это разгвардия ловит этих дезертиров как они их называют и знаете куда отправляют их они в штрафбаты им делают и на мясные штурмы хотя что там мясом сейчас штурмовать непонятно ну пускай попробуют это ж такое дело вот то есть вот эти вот чмобики которые тем или иным способом попали в расистскую армию сейчас в очень незавидной ситуации с одной стороны им даже их ожидает неминуемая гибель от рук наших доблестных воинов то есть наши идут контрнаступление и там там все просто летит взрывается и сейчас до этого еще дойдут а с другой стороны значит эти их пускают на мясо свои собственные отцы командиры если их может так если таким применимо пускают на мясо своих собственных солдат российских они им не нужны это просто расходный материал это просто одноразовые какие-то ваньки которые там бегают по полю и чьих имен даже собственные командиры не знают собственно говоря и знать не хотят они для них просто просто мясо они им это в лицо говорят вы мясо одноразовое к тому же вот и все то есть они сейчас перешли полностью к методам второй мировой войны не понимая что они живут вообще-то в двадцать первом веке также вот в сапфеде предложили там вообще расстреливать этих скажите мне этих отступающих и дезертиров ну то есть это это вообще методы я же говорю это методы то ли чингисха да у чингисхана были такие методы кстати да так что вот недалеко ушли хотя чингисхан конечно оскорбился бы если бы ему сказали что у него будут такие потомки потому что они просто они просто позорят имя его да но они они не являются его прямыми потомками все-таки это не совсем то вот но в любом случае они являются покоренными народами то теми народами народов народу что такое так называемая россия россиянский или российский как там этот если народа это народу луса джучи это покоренная территория и они каким-то образом примазаться пытая примазались раньше знаете в 14 15 веках пытались примазаться к славе орды позже после заката уже орды они опять чем своей же истории вообще не существует все ворованное включая название страны но тогда и не было никакой стороны конечно никакой россии не было ни в 14 15 не в 16 не в 17 веке это не существовало вот а потом уже пытались примазаться к украине украсть историю вот эти все дела да и собственно говоря абсолютно смешно это выглядит и убого вот но это тема исторического видео в принципе не будем об этом говорить сейчас речь идет о том каким образом расисты пытаются что методами вот тех времен 14 века расисты пытаются каким-то образом остановить украинскую армию вооруженную хаммерсами и дронами но вот сами понимаете в результате мяса у них очень 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 много и это не шутки в бердянске полностью за для гражданских перекрыт доступ к моргу в мелитополе там все завалено двухсотами в бердянске завалено двухсотами камазы не успевают вывозить двухсотых но при этом при всем большую часть двухсотых они просто зарывают в братцы так называемых братских могилах как они говорят хотя мы видим по видео с освобожденных нашими героями позиции которые ранее были заняты российскими фашистами мы видим что они просто бросают в окопах это очевидно как только наши заходят в окоп какой-то очередной освобожденный окоп завален трупами это видео это это даже это аксиома это не о чем говорить то есть мы прекрасно видим что у расистов гигантские потери в живой силе и войска которые находятся на первой линии да и на второй тоже пушин там перепадает капитально они находятся в состоянии гроги то есть они с остальной стороны боятся драпать назад потому что там стоят за градотряды и будут их им стрелять в спину или же их отправят сразу же в штрафбаты на какие-то мясные шнурмы что то же самое или же им надо сидеть в окопе и ждать значит гарантированного кондропупления от наступающих украинских войск то есть и так прогар и так прогар единственный способ это сдаться в плен ну и это не просто потому что сами понимаете в процессе боя это собственно говоря довольно гиблое дело так что вот по тем признакам которые мы видим там в моргах мелитополя бердянска других мест потому что расисты начали за массово закапывать без какого-то там знаете распознавания ху из ху где-то с какого части как ее зовут как его зовут это ничего не делал тупо закопали прикопали там 20 сантиметров земли сверху удрали потому что знают что скоро побегут вот по таким вот признакам мы видим что дела у расистов идут очень плохо кстати код не даст соврать вы его слышите точнее и все буду украина